Привет, народ! Сегодня у нас 31 мая, 16-й год. В общем, в начале запрета на подводную охоту, ну и рыбалку, естественно, в газетах пишется, что запрет от сих до сих. И сроки запрета были до 15 июля. Нынче вот в газетах, в местных написали, что запрет закончился 25 мая. То есть я так понял, что Рыбнадзор посмотрел, что рыбка от нее рестилась вся раньше. И этот самый запрет сократили. В принципе, ну уже сколько? 5 дней можно ездить на рыбалку. Но видите, у нас уже, наверное, недели две вот такая вот погода. То есть вот они, лужи. Ну только что буквально минут 10-15 назад закончился такой конкретный ливень. В общем, ливень ливнем, погоды нет. То есть в ближайшие 3-4 дня на рыбалке делать нечего. На подводной охоте, ну что, видимости ноль. Вода вся грязная такая. Ну тут только что вот так вот было воды. Пластом шла рекой. Ливень конкретный был. Я заодно помыл машину под дождем. В общем, о чем речь пойдет сегодня, да? О гидрокостюме моем, помните? Если кто не помнит, то в уголочке вот сейчас будет ссылка на видео. Зимой он у меня в самое неподходящее время порвался. И я дюжа конкретно замерз. Вот пытался я его тут зашить. Ну получается, что тут уже такие рубцы с ниток очень-очень серьезные. Ну и зашить не получается. Видите, я поддеваю ниточкой, и он рвет дальше. Поддеваю и рвет дальше. То есть сейчас мы будем эту всю историю ремонтировать. Давайте я, наверное, камеру повешу над столом сейчас. И вот здесь буду как бы работать. В общем, что хочу сделать. На металлоломе вот такой вот амортизатор. То ли это Ижовский, то ли это СМТ. Скорее всего СМТ, наверное. Амортизатор нашел. Распилил его. Вот так вот. И сейчас с него я сделаю... Оп, поняли, да? Молоточком сверху ударим. Такую выколотку. То есть мы сейчас будем вырезать четко дырку. Вот здесь ровную-ровную дырку вырежем. Потом вот у меня есть... Андрюха, спасибо. В общем, одно дырку, это все неудобно. За неопрен. Андрюха мне привез пару кусочков неопрена. Точно так же мы сейчас... Вот так вот вот сюда, видите, да? Ровная шлифованная такая береза. Положим на березку. И одним ударом только хлоп его. И будет нам счастье. То есть здесь мы ударим ровно. А на костюме я чуть-чуть неопренцем вот так вот потяну. Чтобы потом у нас получилось два отверстия почти равных по диаметру. Но вот здесь диаметр должен быть чуть-чуть больше, чтобы там я растянул, вставил латку, отпустил тот неопрен, и он стянется, поняли, да? Все это посадим на клей, и все это будет замечательно. Потом ниточкой прошьем, и, ну, не будет там вот таких рубцов, потому что реально очень-очень-очень не комильфу вот плавать с такой деленью. Ну, сейчас уже потеплело, в принципе, можно плавать, но все равно, понимаете, да? Вода холодная, и это все в паху очень-очень-очень, ну, так, неприятно, скажем так. И рубец тут такой уже у меня из ниток этих узлов. То есть я его шил раз, он порвался, я его пошил второй раз, он порвался, третий раз порвался, четвертый. То есть вот такой вот вроде, вроде как и Ямамото, но видите, да? Вот такой вот неопрен. Ну что, давайте я камеру подцеплю сверху, и, соответственно, ну, вот здесь вот, видите, да, я вот так вот проточил чуть-чуть. Сейчас проточу на токарном станке вот эту вот историю, пройдусь рисом так, чтобы была ровная поверхность и острая, острый край. И потом мы одним ударом, это только щелк, есть дырка, меняем на костюме, щелк, есть дырка, и все. И вот так вот вырубим сейчас два равных отверстия, и потом на клей посадим. Ладно, поехали. Так, 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 так. Вот так вот, легонечко поджимаем. Так, 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 вот так вот, наверное, да? И мы сейчас здесь сделаем такой конус, сходящий на, фактически на ноль. Давайте еще вот так вот. Деревяшку я тоже, вот эту вот березу, предварительно зажал вот в токарном станке, и вот видите, да, торцанул. То есть она у нас ровная-ровная такая получается. Точно так же зажал в токарном станке, торцанул, и она ровненько-ровненько, все. Вот сейчас мы ее подгоним, эту поверхность, она будет у нас острая, и за раз сделаем такую высечку. Чтоб за раз мы просто сделали отверстие ровное. Вот теперь здесь бритвенно-острый край. Сейчас посмотрим. Прям такой чудовый острый краешек. И вот мы сейчас и будем делать два ровных отверстия в неоприне. Вот так, я думаю, будет видно. Так, эта часть не нужна. Вот здесь буду, давайте, наверное, чуть-чуть вот так вот сделаем, чтобы было лучше, вам видно. Вот так вот. Вот здесь буду бить на углу. Понимаете, да, самое жесткое место. И сейчас мы попробуем. Пробовать будем на неоприне сначала. Если на неоприне вырубится ровно, то тогда уже будем на костюме бить уверенно. Так, как бы теперь это все, чтобы за раз и второго удара не наносить. Чтобы сразу хлоп и есть. Так. Прижимаем плотненько. Ставим ровно, все плотно. И за раз нужно нам одним ударом это все сделать. Поехали. Замечательно, но чуть-чуть неровно ударил, видите, да? Но смысл понятен. То есть сейчас мы... Край ровный, нигде ничего не загнулось. Сейчас мы эту процедуру повторим. Вот так вот. Так, 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 где мои ножницы? Секунду. Вот так вот. Вот так вот. Вот он наш ровный край. Но край получился недостаточно ровный. Давайте еще разочек попробуем. Потренируемся лучше на куске неопрена. Так, может вот этой кувалдой лучше будет, не? Какая тяжелее. Вроде вот эта тяжелее. Поехали. Вот это уже за раз, да? Вот. Вот за раз вырубили вот такую вот латку. В принципе, латка у нас уже есть. Теперь то же самое делаем. Одеваем сюда костюм. Чуть-чуть его растягиваем. Натягиваем сам неопрен вот так вот. Натягиваем чуть-чуть сам неопрен. Растягиваем вот так вот. Ставим и повторяем процедуру. Вот здесь будет небольшая проблема с тем, чтобы надеть костюм вот на эту чурку. И чтобы это все зафиксировать ровно. Не совсем удобно это. Ну, я надеюсь, что вопрос мы решим. Так. Так, так, так. Сейчас. В общем, снизу нам нужен, чтобы был голый стол, а не неопрен. Потому что будет амортизировать. И жесткого удара у нас не получится. Вот видите, наша дырень. И сейчас мы вот так вот его растягиваем аккуратненько. Вот. Ставим. То есть я сейчас вижу, где моя дырка находится. Видите, да? Не знаю, видно вам, не видно, но... Я четко вижу, где находится это отверстие. И теперь та же самая процедура. Есть отверстие. И теперь уже вытаскиваю. Да, зашло. Зашло в дерево хорошо. Так, аккуратненько подрезаем нитку. Ну, вот, в принципе, и все. Отверстие наше готово. Так, это не нужно. Это мы пока в сторонку убираем. Отверстие наше готово. Проверяем. В общем, четенько сюда, видите, становится сейчас... Наш кусочек неопрена. Аккуратненько мы его сейчас сюда на клей посадим и прошьем. Вот, в принципе, и весь ремонт. Аккуратно-аккуратно сейчас мажу клеем. Сам костюм мажу клеем. Вот этим клеем мажу. Так, давайте я сразу, в принципе, намажу это все. Так, доски, бревна убираем, чтобы ничего нам не мешало. Костюм вот так вот ложим. Очень удобно. Раз, и просохнет сразу. Берем клей на спичку и вперед. И вперед. Раз. Я два раза промажу. То есть промажу раз. Дам высохнуть полностью. Промажу два минут через десять. И потом буду клеить. И потом сверху прошу еще. И все. Это будет финальный аккорд. Прошу и крестиком. Но я по-другому не умею. У меня вот такого вот шва нет. Заложенного в программе. Поэтому буду шить. Буду шить как умею. Так, я там ничего не закрываю. Головой интересно, не? Так, вот все. Аккуратненько. Раз, намазали. Теперь мажем вот эту вот историю. Вот здесь у нас чуть-чуть-чуть-чуть можно даже подрезать. Вот так вот. Аккуратненько. Раз, два, три. Так, здесь. Здесь у нас обратно. Давайте тоже вот так вот чуть-чуть подрежем. Ровненько так. Раз. 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 В принципе, вот и все. А я не знаю, можно на наждаке пройтись, торцануть или нет. Сейчас попробую. Короче, народ знал бы я, что так все просто, видите. Очень ровный край. Знал бы я, что так все просто, то вот это вот не страдал бы вот этой историей. Просто положить можно было, я не знаю, что-то круглое. Обвести маркером и аккуратненько вырезать ножницами. Потом вот так вот на круге торцануть. Оп, ты куда стоять. На круге торцануть очень просто. Торцуется на наждаке. Главное, чтобы он не был грязный, там в пылюке, во всем. А так можно резать ножничками аккуратненько. И потом вот так вот просто на наждаке торцануть и все. Так, стоять. Тонким слоем, но наносим равномерно, чтобы закрыть весь неопрен. Ну вот, в принципе, и все. По кругу я прошелся. Сейчас дам ему чуть-чуть высохнуть. Дам ему чуть-чуть высохнуть и пройдусь слушать этот клей. Вечно норовит куда-то убежать. Даю ему чуть-чуть просохнуть. Потом мажу еще раз, клеим. И уже будем клеить и прошивать. Пока нажимаю на паузу. Так, ну что, народ, продолжаем. Вставляем нашу латку. Вот так вот. Раз. И по кругу вот так вот аккуратненько, аккуратненько. Неопрен на костюме растягиваем. И вставляем аккуратно нашу латочку. Раз. Раз. Раз вот так вот. Ну и здесь важно, чтобы неопрен был одинаково толщины. Понимаете, Даша? Здесь у меня пятерка и там, и там. И вот, в принципе, наша латка на месте. Теперь ее обжимаем. Хорошенько. Хорошенько обжимаем. И, в принципе, можно прошивать. Ну, я дам ему отстояться минут 10-15. И буду прошивать. В принципе, вот. И все. Снутри никаких стыков. Все четенько. Вот здесь вот нужно прижать. И вот таким вот макаром. Сейчас ее по кругу прошью. Ну, естественно, шьется неопрен, знаете, когда вот с этой стороны. Где ткань. То есть, подцепили миллиметра 3 и назад. Миллиметра 3-2 вот так вот. И по кругу в один край, потом во второй край прошиваем. И, получается, будет туда-сюда крестик. Потом края нитки обязательно крайне желательно поджечь. В принципе, обшиваю. Ну, и покажу, что получилось. Ну, что, народ. Вот так вот выглядит мой отремонтированный гидрокостюм. Вот такая вот латка, видите, да, снизу. Когда опускаем мы ногу в костюме, все у нас становится ровненько. Ничего нигде не давит. Все четенько, все нормально. Внутри. Внутри, ну, не показать. Внутри не залезть. Выворачивать костюм не хочу. Я выворачивал, смотрел. Ровный клееный шовчик получился. Все нормально. Шов не чувствуется. То есть, вот здесь шов руками я чувствую, да. И вот пробую этот шовчик. Точно так же руками чувствуется. Легонько прощупывается, что он есть. То есть, на мне, когда костюм, скажем так, да, то я шов данный не чувствую. Вот так вот он выглядит, видите, да. Снизу латочка. Ничего здесь давить не будет. Неопрен стал четенько, ровненько. Вот так вот. В принципе, ну, давайте шов покажу. Шов у меня, конечно, видите. Получился такой, вроде как Франкенштейна кто зашивал. Ну, дело в том, что, если помните, на уроках труда во втором или в третьем классе обычно мальчики с девочками меняются. Мальчики идут там учиться вышивать, а девочки там строгать молотки напильниками. То я вот эти уроки пропустил. Вот поэтому стишки у меня такие неровные. Ни в коем случае данное видео не несет какой-то обучающий характер. Сразу хочу сказать, что вот данную работу я проделывал впервые. То есть я просто не хотел сдавать костюм в ремонт, куда-то отправлять его, потом тратить нервы, звонить, люди, отдайте мне мой костюм. Ну, были уже случаи такие. То есть не хочу больше этого делать, поэтому вот сделал сам вот так вот и ни разу не жалею. То есть мне результат нравится. Если честно, то если бы я знал, что можно вот этот вот кружочек потом обточить ровненько, то я бы вырубал только в костюме дырку, а кружочек бы обрисовал, ну, я не знаю, там какую-то вот крышку, допустим, круглую взял бы, вот обрисовал бы и вырезал, а потом на наждаке обтащил. Точится очень классно, поэтому, в принципе, ну, такой способ имеет право на жизнь. Были там такие узлы, очень такие большие уже навязанные. Давило это все немножко неприятно, когда водичка тоже холодная, понимаете, да? Особенно зимой, когда уже, ну, температура воды около 1-2 градуса. Это было жутко неприятно. Ну, в семерке я сейчас нырять тоже не буду, потому как толстая. А вот тут уже, наверное, миллиметра 4, ну, неопрен пятерка, но он подсел уже, миллиметра, наверное, 4. Вот в этом костюмчике я уже буду нырять этот год. Андрюха, спасибо еще раз за неопрен. Теперь остается подождать, подождать, пока пройдет вот эта мутная вода в речке. Ну, и на подводную охоту, айда. Жду звонка, Андрюха, ты уже там в курсе. В общем, что хочу сказать. На сегодня, наверное, все. Если видео было чем-то полезным, то ставьте пальцы вверх. Если было бестолковым и я делал неправильно все, то, ну, естественно, знаете, вниз наоборот. Ну, я же говорю, что делал я это впервые. Ну, тут такая пословица. Глаза боятся, руки делают. Если, знаете, все кому-то отдавать, вот, чтобы делал специалист, то я же говорю, что я вот эту историю, да, отдавал человеку, чтобы он врезал мне вот эту вот историю, гульфик. То я ждал, ну, почти месяц костюм. Это ни в какие ворота не лезет, тем более, что я же говорю, что я не знал, что запрет закончился уже. Мне уже пацаны сказали, Русик, так запрет закончился уже. Я говорю, как закончился? Ну, вот в газете написано, прочитай, запрет закончился. А должен был продлиться еще, считайте, ну, на 20 дней дальше. То есть 15-го числа, а закончился 25-го. Поэтому 20 дней этих, ну, видите, погода не дает. Я бы и сегодня поехал на охоту, но смысла нет, потому что грязь, длина. То есть я вижу, какие потоки селевые такие идут в речку, то явно что, прозрака там не будет. Нужно подождать хотя бы 4-5 дней, вот так вот это все усядется маленько, недельку, и потом, потом Майдану подводную охоту. На сегодня все, пока-пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok